В церкви есть два типа заблудших молодых людей. Одни делают то, чего им не следует делать, когда их никто не видит. Другие не делают ничего плохого. Все соблюдают и за всем следят. И при этом они полностью потеряны. И вы, конечно, спросите меня, пастор, если он делает все правильно, как же он может быть потерянным? В этом и состоит настоящая трагедия непонимания сути христианской жизни. В Евангелии от Марка есть пример богатого молодого человека. В жизни он следовал всем рекомендациям своей церкви. Осмелюсь сказать, что в этом зале нет никого, кто соблюдал бы закон так же безупречно, как этот молодой человек. Найдется ли здесь тот, кто осмелится сказать в глаза Господу все, что ты велишь в своем слове и к чему призываешь, я с детства храню в своем сердце? Богатый молодой человек именно так и сказал Иисусу. Это потому, что он действительно все соблюдал и исполнял. И все же он был потерян. Потому что когда он пал к ногам Иисуса, он воскликнул. Господи, что мне делать, чтобы обрести вечную жизнь? Иисус, как великий учитель, повел его от известного к новому открытию. Что он знал? Заповеди и закон. Иисус сказал ему, соблюди заповеди. Какие? Те, что были даны на Синае. Не убивай, не кради, почитай родителей и так далее. И тут юноша оказался озадачен и сказал, но Господи, я все это знаю и соблюдаю с тех пор, как был ребенком. И тогда Иисус говорит ему, сынок, вот в чем твоя проблема. Ты соблюдаешь все это, но христианство это не просто соблюдение. Иначе ты имел бы уверенность, что ты в безопасности. И ты сам знаешь, в чем твоя проблема. В твоем сердце нет меня. Ты не любишь Господа, потому что в своем сердце деньги. Ты любишь их больше, чем меня. Ты действительно хочешь стать счастливым? Тогда сделай одну вещь. Иди в свой дом, возьми деньги из своего сердца и позволь взамен мне быть в твоем сердце. Иди и следуй за мной. В библейской истории говорится, что этот юноша ушел и больше никогда не вернулся. Иисуса интересует не только твое поведение. Церковь может быть заинтересована в твоем поведении. Родители могут переживать о твоем поведении. Но Иисус вместо этого беспокоится о твоем сердце. Вот почему в Библии есть такие слова в книге Притчи 23-26. «Сын мой, отдай мне твое сердце, а потом твои глаза смогут увидеть мои пути. Но если ты не отдал мне твое сердце, я ничего от тебя не хочу. Сначала я хочу быть в твоем сердце, увидеть, что ты любишь меня, что ты дорожишь отношениями со мной. И только когда ты отдашь мне твое сердце, тогда ты можешь идти моими путями. Но если ты беспокоишься, чтобы ходить моими путями, но не любишь меня, тогда я ничего от тебя не хочу». Что происходит с женихом, который влюблен в свою невесту? Он думает о ней, когда просыпается, когда завтракает и когда идет на работу. В его мыслях есть одно – «Я люблю тебя». С чего начинается христианство? По пробуждении ты вспоминаешь о Христе. За завтраком ты думаешь о Нем, на улице, на работе, за обедом, везде Христос. И вот ты и стал христианином. Ты увлечен Христом. И когда ты влюбляешься в Иисуса, христианство начинает иметь для тебя смысл. Но когда ты не любишь Иисуса, христианство становится для тебя бременем. Ты должен идти в субботу в церковь. Ты должен сделать это. Тебе запрещено это одевать, туда ходить или это делать. И все это тебя удручает, хотя тебе и хватает силы воли это делать. Но это не христианская жизнь. Христианская жизнь – это радость. Представьте себе жениха, который думает, «Ох, опять я должен в полдень написать ей, что я ее люблю, иначе я не имею права называться женихом». Бывает ли такое? Я помню, как на одной евангельской компании ко мне подходит маленькая старушка и говорит мне, «Пастор, ты видишь вот того светловолосого старика. Это мой муж. Мы прожили вместе 60 лет. Все эти годы я была идеальной женой с точки зрения традиционных представлений о семье. Всегда ухоженный дом, муж и дети одеты и накормлены, все приличия соблюдены. Все, что традиционно ожидается от жены, я исполняла безупречно. Но, пастор, я никогда не любила этого человека, хотя мы и прожили вместе 60 лет. И она рассказала свою историю. Давным-давно, когда мне было 15 лет, девушки не выбирали себе женихов. За них все решали родители. К моему отцу пришли родственники будущего мужа и обо всем договорились. Они уже готовились к свадьбе, собирали преданное, договаривались о будущем торжестве, а я еще никогда его не видела. За два дня до свадьбы мой отец отвез меня на автобусную станцию, чтобы встретиться с моим женихом. Я помню, как я стояла на этой станции, и мое сердце готово было выскочить из груди. Из автобуса стали выходить люди, а я всматриваюсь, пытаясь угадать, кто из них мой парень. И тут мой отец указывает мне. Вот он. Я посмотрела на него. И он мне не понравился. Но я ничего не могла уже сделать. Мне нужно было выходить замуж. И мои отец и мать сказали мне, идеальная жена делает это и это. И идеальная жена никогда не делает вот так или вот так. И вы можете спросить у моего мужа. Он подтвердит, что я была идеальной женой. Все эти 60 лет я не делала того, что не должна делать идеальная жена. И всегда делала то, что она должна делать. И тут эта женщина стала плакать и сказала, но счастливой я никогда не была. Потому что, чтобы быть счастливым, ты должен любить того, с кем ты живешь. Если нет, ты можешь идеально исполнять обязанности, но при этом ты будешь несчастным человеком. Я боюсь, что сегодня среди членов церкви есть немало тех, кто мог бы сказать примерно следующее. «Господи, я вырос в адвентистской семье, и мои родители научили меня, каким должен быть мой образ жизни». Или я крестился несколько лет назад, а крещение подобно заключению брака со Христом. И ты знаешь, все эти годы я соблюдал все, чему меня научили. Но, Господи, я несчастлив. При этом есть еще одна особенность. В дополнение к десяти заповедям мы придумали еще одну обязанность говорить. Христианин счастлив. Я должен говорить всем, что я счастлив, потому что я христианин. И от этого становится только хуже. Потому что для того, чтобы быть счастливым, ты должен жить с человеком, который делает тебя счастливым, с человеком, которого ты любишь. Значит, для того, чтобы быть христианином, недостаточно быть в церкви, недостаточно соблюдать, следовать и исполнять. Ты должен быть влюблен в Иисуса. Есть люди, которые любят служение в церкви больше, чем Христа. Есть те, кто любят свою должность больше, чем Христа. Есть молодые люди, которые любят петь в церкви больше, чем Христа. Но даже такие хорошие вещи, как церковь, не могут заполнить в моем сердце то место, которое предназначено для Христа. Я начал свое служение в церкви, когда мне было 20 лет. Первые два года моего служения были выдающимися с точки зрения производительности. Много крещений, активная церковь, все замечательно. Мы создали новую общину, но в моем сердце было пусто. Как-то в одной из суббот я стоял за кафедрой и проповедовал. Церковь внимательно слушала, и все говорили «Аминь». И в какой-то момент я почувствовал желание закрыть Библию и рассказать о том, что я на самом деле несчастлив. Но как я мог это сделать? Ведь я был пастором. Богослужение закончилось, все разъехались. Я тогда еще не был женат. Я лежал в своей комнате и смотрел в потолок. Мне хотелось плакать. Я говорил, «Господи, я не знаю, что со мной происходит. Я не понимаю, что мне не хватает. К концу моего второго года служения я больше не выдержал». Я пришел к президенту моей конференции, вытащил из кармана удостоверение пастора и сказал, «Я оставляю служение. Я больше не хочу быть пастором». Он закрыл дверь, пододвинул стул, сел напротив меня и посмотрел мне в глаза. Он спросил, «У тебя есть какой-то тайный грех?» Я ответил, «Если бы он был, наверное, мне было бы легче, я бы знал тогда, в чем причина». Тогда он сказал, «Тебе нужна особая встреча с Богом». И он предложил мне поехать миссионером в Амазонию, в местность, где живут индийцы Кампа. Чтобы вы представляли, я ехал 12 часов по проселочной дороге на грузовике. В таких грузовиках обычно перевозили скот. Я доехал до реки, и там дорога закончилась. Я сел в лодку и отправился вниз по реке в деревню под названием Мариан-Киари. Она находилась в самом сердце джунглей. Это была пятница. Я рано вышел из дома в 6 утра. В 9 я должен был быть в другой деревне. А все перемещения были или по реке, или пешком по джунглям. С мачете в руках я шел, прокладывая себе путь. Но вскоре я понял, что заблудился. Чем больше я старался найти путь, тем сильнее я запутывался. К полудню я стал серьезно волноваться. Я заблудился, и спросить дорогу было не у кого. В 4-5 часов вечера небо начало темнеть. И тут началась гроза и приближался шторм. Я сел под деревом. Рядом со мной был мой рюкзак. Мои часы показывали 6 вечера. Но мне казалось, что уже наступила глубокая ночь. Там было все темно из-за тучи. 6 часов вечера в пятницу. Я не знаю, имеет ли это какое-то значение для тебя, но в доме, где я вырос, в это время вся наша семья собиралась за столом. Из кухни доносился запах горячего хлеба. Моя мама пекла свежий хлеб по пятницам. И для меня заход солнца в пятницу был связан с запахом горячего хлеба. Но теперь я сидел один в джунглях, и мне захотелось плакать. Я подумал, что я здесь делаю. К 9 вечера начал идти дождь, и мне захотелось куда-то бежать. Вы, вероятно, понятия не имеете, что значит провести ночь в джунглях. Я запаниковал и бросился бежать. В какой-то момент я споткнулся и полетел во враг. Оказавшись на его дне, я осознал, что попал в ловушку. Мои ноги скользили, и я не мог выбраться наверх. Я схватился за ветку и от боли одернул руку обратно. Я обжегся об ядовитую лягушку. Я все глубже стал погружаться в грязь на дне оврага. И тут я увидел свою проблему. Где был Иисус? Я знал, что Он пребывает в небесном святилище. Это важная истина. Но сейчас Он нужен был мне здесь, на дне оврага. И в ту ночь я осознал, что всю свою жизнь я прожил один. Меня никто не учил любить Иисуса. Меня учили бояться Его. Меня учили подчиняться Ему и соблюдать правила. Каким-то образом у меня получалось это делать. Но никто не учил меня, как жить с Иисусом. Для меня Иисус был учением, доктриной, теологией. Но сейчас мне все это было не нужно. Я начал плакать. Не от страха перед темнотой и опасностью. Я начал плакать от тоски и чувства одиночества. Я одинок. Рядом со мной никого нет. И я начал кричать в джунглях. Когда кто-то теряется, он должен кричать. Потому что если рядом кто-то есть, он услышит и закричит в ответ. И тут я услышал, что в ответ мне кто-то кричит. Сначала я подумал, что это может быть эхо. Я продолжал кричать. Ответный голос начал приближаться. И внезапно я ощутил, что там, наверху оврага, кто-то есть. Я услышал шаги. Кто-то приближался ко мне. Это был индеец. Я его не знал. Он протянул мне руку. Большую, сильную руку, полную мозолей. Я спросил его, кто ты? Он ничего не сказал в ответ. Мы стали подниматься. Мои ноги скользили по земле, а его были подобны трактору. Когда мы выбрались из оврага, я снова стал спрашивать, кто ты, откуда, как ты здесь оказался? Он молчал. Я подумал, что он не понимает, а я не знаю его языка. Полтора часа мы шли через джунгли, и все это время он молчал и не отвечал на мои вопросы. Внезапно он остановился и показал мне огни внизу. Это была деревня, которую я искал. Мы спустились вниз, и я стал звать вождя этой деревни. Он вышел с факелом в руках и, увидев меня, громко воскликнул. Пастор, ты с ума сошел идти через джунгли в это время? Я ответил, что вышел еще в 6 утра, заблудился и очень устал. Он привел меня в хижину, внутри которой горел костер. У них есть интересный обычай. Это вечный огонь, который горит в очаге, никогда не угасая. Когда молодой индейец строит свой дом, он берет угли из родительского, и с этого огня начинается его новая жизнь. Не так давно у них была эпидемия кори, и единственным способом спасения было покинуть это место и найти новое для жилья. Всю дорогу они идут, раздувая угли и не давая им погаснуть. И с этого нового очага начинается жизнь в новой деревне. Я лег рядом с этим огнем и провалился в сон. Утром я проснулся и вышел на улицу. Вождь племени подошел ко мне и сказал, почему ты не сказал, что собираешься к нам. Я бы провел тебя от твоего дома. Как ты смог найти ночью дорогу в нашу деревню? Я ответил, мне помог индеец, с которым мы вчера пришли вместе. Вождь внимательно посмотрел на меня и сказал, с тобой никого не было, ты пришел вчера один. Вот почему суббота для меня особый день. Не только потому, что они написаны в Библии, но и потому, что в этот день я встретил Иисуса. Когда я пошел умыться к реке, там я преклонил колени и тогда я впервые почувствовал, что я реально общаюсь с тем, кто находится рядом со мной. Дорогие мои, я рассказываю эту историю не из-за ее мистического аспекта. Может быть, тот индеец просто ушел чуть раньше, чем я встретился с вождем. Может быть, это был ангел, но я рассказываю эту историю не для этого. В ту ночь я понял, что значит взяться за руку Иисуса и идти с ним. Именно это может сделать нас счастливыми.